В торговом центре «Франт» открылся магазин «Галламарт». Вот здесь расположен у нас участок, составляет он 7 соток, то есть это кусочек земли в поле с березками. За этот участок вблизи Казани среди многодетных настоящая борьба. Иметь троих детей мало выделяют именно здесь, если есть четверо и больше. Семья Галеевых стояла в очереди два года, но от лакомого куска пока один осадок. Мы эту землю давно ждали. Естественно, мы хотели бы как можно быстрее построиться. Но когда мы приехали на место и увидели, где мы должны строиться, это нас привело в некоторое уныние, потому что здесь, во-первых, нет дорог. Единственная и та грунтовая. Пока мы снимали материал, машина застряла. Эти участки вблизи Больших Дербышек начали распределять два года назад, но за это время здесь вырос лишь один дом. Вот он, он самый близкий к трассе М7, рядом садовое общество. Электричество многодетная семья провела за свой счет. Удовольствие не из дешевых. Чем дальше участок, тем выше цена подключения. Выставляют сумму и некоторым 15 тысяч, некоторым до 50 доходит. Это нереально, неподъемно для таких семей. Если бы мы все вместе скооперировались и нам сделали, вот как в Каймарах, по 550 рублей, это подъемно. Земля как бы есть, а толку нет. Если нет электричества, нет газа, ну что это за дом? На дровах, соляра, уголь. Как-то неразумно. Прокладка газопровода и канализация, обеспечение электричеством – сложный вопрос для республиканского бюджета, не говоря уже о муниципальном, ответили нам в исполкоме Казани. Что касается дорог, программы 2018 года строительства к этим участкам не предусмотрено. И пока люди ждут, земельный налог в 4 тысячи рублей приходится платить. Это потому, что кадастровая стоимость больше миллиона за 7 соток. Несправедливо, что цена за сотку земли без воды, газа, света, без дорог составляет более 150 тысяч рублей. Кадастровую стоимость можно снизить, говорят специалисты, через суд или специальную комиссию при Росреестре. Нужно будет рассматривать, почему не согласны. То ли это была техническая ошибка, или были положены в основу определения кадастровой стоимости недостоверные сведения. Например, о месте нахождения этого объекта, обеспеченность определенной инфраструктуры данных земельного участка. За 6 лет программы земельные участки получили более 5 тысяч казанских семей. В этом году выделят еще 248 в Сокурах, Каймарах, Кульсиитово. Но практически везде проблемы. Ведь федеральное правительство решение о выделении участков приняло, но источники финансирования для инфраструктуры не определило. Анна Граднова, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань. Анна Граднова, Вадим Ларионов.